Я так сижу в гамбургере, кушаю, говорит, Игорь Валерьевич, я чуть-то не глотнул, чем мигмак я ел. Сейчас уже мы каждый день ищем какую-то зраду. Тот плохой, тот хороший. Тут не так, как в Украине, тут тебе не скажут, что ты говно валит сюда, бегом я тебя в дубль, я тебя згнаю. Вот так. Я обвиняю агента. Шива, 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 шива. Ничего вакса называют как бакс. Лимончик за то, что гармашу красную показал, да? Роман Козулян! Тут хочет с тобой поговорить, Геннадий Леонидович. У нас же как? Президент страны с Донецка, Донецк рулит. Президент страны с Киева, Киев рулит. Понимаешь? Извините. А Винница? Кто там больше один ты? Меня не хотел сам президент Порошенко. Ведеральный директор Бетиса был Рохо. Рохо это красный, у них так говорят. У него были взгляды, как у Рая Валикана. Он дал понять, что в его команде фашиста не будет. Я не считаю, что перед чемпиональной Европой надо на пляже лежать, загорать. Может, то есть конфедерация к нему, ему счет выставит. Привет, друзья! Меня зовут Роман Бебах и это проект Бомбардир. Мы в Испании в автобусе, где встретили крутого героя, пассажира, журналиста. Владимир Кобельков. Бокс, футбол, ему знакомый. Да, у меня еще есть хороший знакомый тут, в Испании, в принципе, к которому мы приехали. Для него и футбол, и бокс, и борьба. Это все то, что он делает на поле. Комовства сегодня нет. Мы строим новую страну. Это мой кунг, но это настолько крепкий орешек, что с ним надо вести даже диалог вдвоем. Большинство лет мы гоняемся за этим героем. И сегодня, я надеюсь, мы его нас доженем. Попробуем на автобусе это сделать. И сейчас вы понимаете, почему мы сами на автобусе женемся за этим гостем. Мы нас догнали, на жаль. Он очень быстрый. Играя головой. Ну, евро 20? С человека взял. Смотрите, в принципе, это обычное количество зрителей в Украине на тренировках любимой команды. А с этого боку, посмотрим, как поддерживают на тренировании Альбасеты в Сегунде. Специальный фанцик. Купа детей на тренировании. Песни, кричалки. Песни, кричалки. Песни, кричалки. Песни, кричалки. Песни, кричалки. Песни, кричалки. Кстати, вопрос. Почему в нашей стране и тут поют Роман Зазуля, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла? Нет этой связи? Роман Зазуля, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Роман Зазуля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Давали такую зарплату, что… Больше двух? Больше двух. Больше двух миллионов? Больше двух миллионов, да. Больше двух миллионов евро? Евро. 26 лет ехать в Катар, ну, не хотелось. Была бы добрая семья. Ну, не хотелось. И когда искали Испанию, все… Даже вот, когда я уже практически подписывал контракт с Бетисом, я приехал в Мадрид, и мы разговаривали, сидели в кабинете, там много общались. Мне в момент названивали из Дармштада. Не поднимали уже ставки, что уже даже была зарплата больше, чем в Бетисе. Ну, понятно, Испания – это и есть Испания. Если выбирать между Испанией и еще кем-то, то, конечно, Испания. Но если бы у меня стоял выбор между Англией и Испанией, я бы выбрал Англию. У меня всю жизнь мечта была играть в Англии. И у меня один раз такой шанс был. Вестхем? Мог быть, да. Вестхем. Когда мы играли с Тоттенхемом… Когда у тебя была красная карта? Да. Перед этой игрой в этот же день позвонил агент и говорит, что через 20 минут с тобой хочет срочно встретиться с Сэм Олейдарс. Понял? Такой жвач, конечно. Биг Сэм. Насколько я помню, вроде бы это уже было, что я мог уходить бесплатно. За меня платили только, наверное, как я сейчас уже узнал. Это, наверное, когда я с Динамо переходил в Днепр. Ты тебя заплатил в Днепр? Конечно. Конечно. Сумку. Это я только вот уже в последний год подошел к Андреевичу с оценкой и так говорю, пожалуйста. Сколько? Скажите мне. Мне так интересно. Для самооценки. Да, для самооценки. И он сказал, я, конечно, удивился. 5 миллионов. 5 миллионов? 5 миллионов долларов, да. Мы с Ромой до сих пор не можем понять. Ты переходишь в Бетис. Это все классно. Но ты для агента, во-первых, вы не знакомы. Вова Кузьменко ни одного трансфера до этого не сделал. И я так понимаю, что ты знал, что ты у него первый футболист. А он до этого работал в Атлетику Мадрид охранником. Главным охранником. Не было мысли, что какое-то шарлатанство. А мне какая разница? Мне много кто писал, звонил. У меня на тот момент не было агентов. Я и до сих пор считаю, что я, лично я, не могу за всех футболистов. Мне сейчас уже в моем возрасте, что я все прошел, мне комфортнее и без агентов. Ты же работал с Германом Ткаченко, в принципе. И я слышал такие истории, что когда этот контракт с Днепром выжимали, то вы из Днепра выжили там просто все, что мы честно говорим, что Андрея Викторовича Стеценко и там очень тяжкие переговоры были. Мне еще в тот момент все помогло, что начал мне звонить Шахтер. Меня сильно Шахтер хотел металлист. Шахтер? Да, Ренат Леонидович звонил. И мне это очень помогло. И это начало давить на… Мы начали давить этим на… Игоря Валерьевича. Я думал, начало давить на Днепр то, что ты французом гол и пенальти. Это же последний. Да нет, Днепр вообще был спокойный. У меня уже контракт закончился. Я уже не знаю, что я на базу приезжал. У меня уже все. А Днепр рассчитывал время. Знаешь, на самом деле я уже мог до Мандидуна уходить. Ну, я настолько был предан Днепру, что… Ты сам зацепил этот разговор. Днепр побеждает Шахтер дома. Ты забиваешь два гола. Утром. Ну, кто-то звонит, звонит только настойчиво. А тебе тяжело после встречи с Кумом, да? Да, мне тяжело после встречи с Кумом, да? Тяжело после встречи с Кумом, после победы. И устал. Тяжелая игра. И мы еще посидели. Ты во Фонте не знал, да? Все как на… Не, не было телефона на Яре. Кто-то такой, знаешь, думаю… Утром я еще не сильно люблю брать трубку. Ну, думаю, раз пять звонит. Ну, думаю, ладно, возьму Лео. Ну, Дарья, все равно, привет. Я говорю, ну, привет, Дарья. Он там с победой у вас… Сейчас сыграли все равно. Нет, он говорит, с победой, молодцы. И там так и так. Тут хочу с тобой поговорить. Ренат Леонидович. Ты что ж? Успотел? Да, ну, вспотел и уже проснулся. И как будто вчера даже ничего не… Ни день не гудели, мы не сидели, знаешь. Три словах Ренат Леонидович. Пиджак, рубашка. И чемодан уже выезжать из дома. Чемодан, да, и уже все. Я уже жене моргаю, говорю, не вещи собираю. Уже все, пешком пойдем в Донецк. Не, ну все шутками. Ну, на самом деле, да, и он говорит мне, так и так, мы хотим тебя видеть в Шахтере. Правда ли? В том разговоре он сказал тебе, я не знаю твою зарплату, я тебе даю в два раза больше. Три. Это Ренат Леонидович сказал, да? Ренат Леонидович сказал, да. И еще кое-что сказал, да, сказал, за слово дашь, ты сейчас скажешь слово дашь, что ты хочешь в Шахтер, я тебе даю просто подъемные, да, такие подъемные шутки. Два миллиона, ну приблизно. Плюс-минус, да. Плюс-минус. Угу. И сказал, что я не знаю, какая у тебя зарплата, я тебе делаю в три раза больше. Ну и потом попрощался опять и взял трубку Дарио, мы с Дарио долго разговаривали еще, да. На самом деле было очень душе приятно, знаешь, что Шахтер хочет и сам президент звонил. Мы вот общались с женой, да, я общался там с игроками Шахтера, я общался в тот момент, позвонил Ракицкому, мы с ним переговорили. На самом деле я очень понимал, что если я перейду в Шахтер, да, финансово, я очень выиграю, я нереально выиграю финансово. Но там был Луис Адриано, там был Луческо, там были бразильцы, там атака была, все бразильцы. Мало шансов мне было играть. А на тот момент я играл за сборную, я играл в Днепре, мы играли Лигу Европы и все хорошо было. Я понимал, что я перейду в Шахтер, но посмотрев, что было, как было с Селезнямом, как было с Девичем. Тебя можно было уговорить на тот момент все-таки перейти в Шахтер? Думаю, нет. А что ты бы так тримал? Сама цельница в основе? Ром, нет, Ром, ну, у меня, я воспитанник Динамо, у меня динамовское сердце. Есть все такое? Есть такое понятие? Ну, конечно, а как нету? Все равно, как бы, как бы это не звучало… Знаешь, ну, все равно где-то это тоже… Играло бы, понимаешь? Все-таки я вырос, я с Киева, я вырос, нас всю жизнь учили, да, и это не скрывает никто, что для Динамо Шахтер, да, так же самое, как Шахтер еще с детства учат их, что такое Динамо. Скажи, а вот динамовское сердце становится чуть-чуть больше, когда самый максимальный премиальный в своей жизни ты получаешь за победу над Шахтером? Динамовское сердце, оно всегда будет динамовское сердце, но после того, как я ушел с Динамо, уже прошло много времени, уже можно говорить, не совсем, как я до сих пор считаю, красиво со мной поступили. Чому? Просто не знаем взагалі, ты перейшов собі тихенько? Та я сам ничего не знал. Ты не грав там, да, много? Тебе просто перевели, да, можно сказать? Ну как, не грав много. Ну, Ром, за 5 миллионов не переводят? Если посмотреть по тогда статистике, я за сезон играл 50% матчей, потому что у меня увеличилась зарплата, если я 50% матчей сырал. И жена ж там все… Теревался в бой. Да, Марина все считала… А в офисе Динамо тоже был? Рахували там? А в офисе рахували, я пришел на 2 игры и больше сыграл, а в офисе кажут, а ты на 2 меньше. Я говорю, а как на 2 меньше? А эти 2 мы не засчитываем. Так а чего эти 2 не засчитываете? А эти 30 засчитываете. А чому? Погано сыграл? Не, ну, а смысл 18-летнему парню поднимать в 2 раза больше зарплату? Никто же не знал, что перед тем, как контракт подписывают, что я сыграю 50% матчей, понимаешь? И нам в контракте было, что я сыграю, если 50% матчей сыграю, неважно, минуту, две минуты, зарплата увеличивается в 2 раза, да? Ну, я пришел к Игорю Михайловичу, и Игорь Михайлович сказал, не увеличивается. Я говорю, я понял, я ушел. По поводу перехода, мы вернулись в чемпионаты Европы, молодежная сборная. У нас сборы, со сборов приехали в Киев. И была игра «Динамо – металлист». Я за день играл за дубль. И в этот день я, Михалик, к Богу, сели шашлычки, кушали. Смотрели «Динамо», переживали за команды, сели. Тут звонок. Игорь Михайлович, говорю, добрый вечер. Собирай вещи, едешь в Днепр, сегодня вылетаешь. Куда Днепр? Я говорю, я не хочу в аренду ехать. Я не хочу. До этого у меня был оболон, предложение «Кривбас». Максимов сильно хотел. Я не хотел уходить с «Динамо». Я говорю, я в аренду не перейду. Я говорю, это не аренда, ты уже в Днепр, все, я тебе продал. Я говорю, я не хочу. Ну, все, он положил трубку, на следующий день звонит. Говорит, сегодня, типа, играет «Днепр» с Налки. После игры ты уже с ними улетаешь. Я говорю, да я никуда не полечу. Ну, никуда не полечу. Ну, и он мне там пару таких фраг сказал, хороших, приятных. Горячих? Горячих, да. Пришлось ехать в гостиницу к Днепру и подписывать контракт. Дивишь, ну, Игорь Михайлович, ну, выходить, был правый. Тобто, ну, карьера пішла… В итоге. В итоге. В итоге. В итоге, как все произошло, мне уже рассказывал Резот Чеханалидзе. В этом матче, когда играл «Металлист» «Динамо», Коломовский подошел к Резот Чеханалидзе. Говорит, кого ты себе выпустил, чтобы усилить игру «Динамо»? Он говорит, а выпустил бы «Зазулю». Он говорит, опа, а ну подожди. Записали. Да. Он говорит, подходит к Резот через 5 минут, и он уже в Днепр. Говорит, я буду, типа, усилять им, типа, Днепр. Ну, Резот, говорит, это невозможно. Он воспитанник. Он, можно сказать, не очень много в «Динамо» на то время было воспитанников именно коренных и киевских. Ну, никак, это невозможно. Он говорит, все возможно. Я приехал в Днепр, а это мне тоже уже потом Дима Михаленко рассказывал. Он был тренером дубля. И к нему Рамос подходит и говорит, что ты мне с дубля парней даешь? Он говорит, а как с дубля парней? Говорит, это ж кого купили с «Динамо». Человек играет в молодежной сборной. Пять миллионов. Не надо. Знаешь, человек, когда пришел, он хотел, видно, покупать ленера. Во-первых, полгода, что я в Днепре вообще правым защитником, как усул. А, да. Чтобы вернуться назад до Шахтаря, ты понимаешь, зарплата твоя была, могла быть в топе УПЛ. Ну, это там в районе, там, миллионов трех. Когда я в Днепре была в топе. Типа, Зазуля, Дарева и дальше Николай. Ну, не все измеряется деньгами. Не все измеряется деньгами. Но все-таки с Германом Ткаченко Днепр вы выжили на максимум, правильно? Ситуация была, честно, я вообще был не готов к этому всему. Сейчас я нереально благодарен за это. Я просто понял, как работают агенты на самом деле, которые в этом очень долго и понимают это все. Но мы перед тем, как заходить к Андрею Викторовичу, мы обговорили сумму, которую я хотел. Мы пришли в кабинет, сели и Саценко спрашивает, ну, что вы хотите? Я только говорит, и мне Герман говорит, я скажу. Я говорю, ну, амаринный. И он говорит, в два раза больше и в евро. Я вот так сижу и просто понимаю, что это шот. И ему так, думаю, что ты ляпаешь? Ну, я хочу в Днепре играть, я хочу остаться здесь. Андрей Викторович говорит, ребят, я вас услышал, до свидания. Я выхожу, говорю, ты что натворил, ты что наделал? Он говорит, все нормально, успокойся. Ну, все, я проходит там какое-то время, и Андрей Викторович вызывает, там чуть-чуть торговался капельку. Ну, получилось в полтора раза больше, чем я вообще даже себе мечтал, хотел. Потому что мы с женой себе там, знаешь, ходили, по Днепру там ходили, по Новоалександровке там по силу, ходили и мечтали, что вот такая будет зарплата, давай такую, да. Ну, и получилось вот так вот. Я тогда нереально был благодарен Герману, да. Да, много мне с этого не вернули, конечно, но это уже другая история. Все в Кинси уже, да. Ну, там был договор, да, что за подписание там подъемный и все остальное. Ну, этого я и так и не получил. Игроки Шахтера много рассказывают примеров, когда Ренат Леонидович мог сам позвонить. Они могли позвонить Ренату Леонидовичу. Игроки Днепра могли позвонить Игорю Валерьевичу. Ты знаешь, вид по виду. Мне интересно. Не, позвонить то могли. Не, ну, ладно. А на СМС-ку? Поговорить можно было добиться разговора? Ну, я добивался, когда переходил в Бетис и добился. Сборы были в Голландии. И тогда собрание, Руссел собрал и сказал, ребята, хорошая новость, Игорь Валерьевич всем отдаст деньги. И через 2 секунды пауза такая, кроме Зазули. Я говорю, вообще супер. Я говорю, а я что? Как я? А с тобой отдельно будет разбор? Я говорю, ну хорошо. Тогда вот это было последнее. До чего я терпел, оставался. И тогда, когда начались мне много предложений было. И уже когда вот самое-самое конкретное было Бетис уже. Когда уже контракт я видел уже вот на руках. Я хотел все-таки к нему позвонить. Поставить точку отношения? Конечно. Конечно. Все-таки я 5 лет отдал этому клубу. И 5 лет он мне платил зарплату. И 4 года. Год не платил. Да. На самом деле, на самом деле, да. И было все супер. Я был счастлив. Через одного человека попросил, чтоб мне все-таки ответили на мою смс-ку. Мне ответили на смс-ку, что вечером наберу. Но я ждал вечера. Короче, Макдональд жена привезла домой. Я так сижу, гамбургер кушаю. И говорит, Игорь Валерьевич, я чуть-то не глотнул тот чубикмак я ел. Выплюнул его. Быстро ж ко мне, где вай-фай уже ловит. А это все плохо, я думаю? Не, ну все равно надо, если чем-то собьется. Или там что-то я не услышу. Ты считал, что чем ближе ты подберешь к роутеру? Да, ближе. Я возле роутера вот так стоял. И мы с ним поговорили. И все. И он мне сказал туда, конечно, иди в Бетис. Это все-таки Ла Лига, это хорошая команда, это хорошая страна. А гроши? Да. А деньги? А деньги я тебе все верну. Такой был разговор. Но у тебя на тот момент еще был контракт с Днепром. Ты попросил, чтобы разрывать контракт? Ну как был контракт? Тебе надо получить бесплатно для Бетиса? Ну вот зарплату не платили. По новым законам, тогда еще законы вышли. Четыре месяца? Да, меньше. Два или три месяца уже. Как и Жидио. Как и Жидио. Поехал в аэропор жену провожать. Ему говорят, кто-то даже в такси помогал садить. Да. Тренер из Днепра выходит с дома утром. И Жидио выходит с чемоданами. В одном парадном? В одном парадном. И Жидио собирает чемоданы и мы в такси. Ну тренер из Днепра ему помогает. Говорит, ты куда? Он говорит, а жену в аэропорт отвезу. Ну давай на тренировку. Говорит, на тренировку увидимся. Хорошо. В аэропорт и улетел. И Жидио уже дома. Ром, ты для себя понял, почему в один момент Коломойский, который так финансировал команду, так всегда бился за ней, с сердцем всем, просто все это прекратил? Сердце в пятки ушло. Это был такой год. В футбольном плане классно, в коллективном плане классно. Все прекрасно понимали, что это вот-вот исчезнет. С другой стороны смотреть, у нас же, как все говорят, футбол не политики. На самом деле это смешно. Весь футбол это и есть политика. У нас же как? Президент страны с Донецка, Донецк рулит. Президент страны с Киева, Киев рулит. Понимаешь? С Винницы. А Винница? Винница в футболе не рулила что-то. Кто там больше кинты, знаешь? Ну, у нас так это всегда было. В тот момент, когда вот это все начало меняться, у него там забрали, я не знаю, Укранавту. Потом забрали у него банк. Еще какие-то там заводы позабирали. Ну, человеку было не до футбола. Человеку было. Да, мы все. Это очень обидно. Столетняя история. Все, да. Что мне говорить? Комментируй. Ну, мать, это шумуля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Шумуля. Ла-ла-ла-ла-ла. Такая раздевалка. Будут наши. Чистят их. Ну, тут разминка у нас. Это видно старое. Здесь нет. У нас на восходе, на Дарнице такая тоже. Знаешь? Когда просишь, тебе пишут программы. 50 кВт без разминок. Потянешь? Не, у меня сейчас тон. Не надо. Так это грудь. Не, не надо. Ты поднимешь? Это легко. Давай. Вратнее позорь меня. 50 кВт. Ну, все, в принципе, большой плат. Пусть делает. Ого! Оплыски. Эхо. Видишь, как все просто. Нет, это значит, что хорошее. Я не говорю, сделай, а он берет удар на себя. Что ты из этого всего делаешь? Я не смирю. Меня, когда переклинит, тогда, да. У меня так частенько кликнет. Бодибилдер. Рома – это лучше. Лучше или лучше? Лучше или лучше? Не вырегибаю. Нет. У меня ловит Риньо. Это может. Салли Монтаре. Это легенда. Я сегодня после тренировки просто обнимал эту человеку. Переможец Лиги Чемпионов в складе «Интера». Милан. Зборная. Граем с Максом Ковалем в департам. Его тренировал Жозе Мауриньо. Почему? Рома играет только головой, а не бьет ногами. Я не розумію. Говорив ему «Змінюй голову на ноги». Його голова неймовірна. Мяч летить. Бум. Голи, асисти. Але я й сильні ноги. Я не вважаю його гравцем другого дивізіону. Він заслуговує грати у Лалізі. І сподіваюся, ми туди піднімемося. І всі побачать, як він там розкриється. Він нагадує мені Пандіва своєю зачистою. І він дуже розумний, як Міліто. Ми знаємо, що ти дуже в добрих стосунках з Андрієм Шевченком. Що ти скажеш про нього? Які життєві ситуації були між вами? Шева, 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 Шева. Шева, Шева, все, все, все. Шева – це легенда. На жаль, я не грав з ним у Мілані, але протистояв йому, коли був у Інтері, та у Дінезе. Він неймовірна особистість. Пам'ятаю, у 2012-му мав операцію. І мені сказали, Шева теж у цьому медичному закладі. Я перепитав, де, і біг до нього, щоб побачити. Він – бог футболу. За межами поля він спокійний і приємний у спілкуванні. Ти знаєш Андрія Ніколайовича, ти знаєш Рому. Що Рома має зробити в Альбасете, щоб Шевченко визвав його в збірну. Шевченко добре знає можливості гравців. Він тренер. Він вирішує, кого викликати. Але я вважаю, якщо Рома буде продовжувати так грати, то Шевченко безперечно викличе його у збірну. В тому году, коли я перешов в Альбасете, я сыграв полгода. Забил м'ячей 8, наверное, тогда, да? Тогда 7. Якраз це було Рождество. І мене хотіло якесь 2 немецкі команди. До сих пор не знаю, тому що руководство клуба само сказало мене. В 3 млн. евро давало 2 команди з Гермії. Але ми тя не відпустили, тому що ми хотімо тебе продати. На той момент, вроде би, за 10. Я говорю, ладно, коли я в Альбасете ще на полгода. Я так зрозумів. Але у тебе був ще один варіант, не помню по времени, когда МЛС. Це був Нью-Йорк комплекс. Не, так це ще в Бетисі було. МЛС ти розсматриваєш? Ну да, почему не? Я зараз смотрю, де моя сім'я... Ти на це вже смотришь, як футболіст? Или як отец? Як отец. Туди їхати заканчувати? Як ти сказав, сигарета. Да. Отдых, рыбалка. І іногда тренировки. Не, ну, якщо МЛС, це ж не те, що не надо тренировки. Це ж тебе не любительський рівень був. А хетафи, Ром? Було ж якісь розмови, що тебе хотіли купити хетафи? З Альбасети. Після всієї ситуації з Райом Альканом, мені потрапити в Ла-Лігу, тяжко в плані нефутбольному. Понимаєш? Тому що багато команди дзвонять з Ла-Ліги агенту, і кажуть, нам потрібен нападаючий. Такий, як Зазуля. Чистий Зазуля, тільки щоб у нього фамилия була не Зазуля. І мені обидно, що я не змог показати себе в Ла-Ліге не з-за футбольних качів, а просто з-за того, що група «Ультрасов» видумала какую-то історію. Із-за цього просто інші команди не хочуть скандалів, не хочуть проблем каких-то. Проблем. Тому що для них дуже важливий імідж і все інше. Вони бояться. У мене зараз одна мечта – тільки з Альбасети выйти в Ла-Лігу. І зараз дуже близько к цьому. Гетафи – це теж Мадрид. 100% будуть якісь проблеми у Гетафи. Я не кажу, там, у фанатів. Ну все одно, це в одному місті живуть Рай Валикану. Це будуть якісь провокації. Я не думаю, що Гетафи хоче цього. Якщо Гетафа хоче цього і готова, ну, почему бы і не? Даже після случая з Рай Валиканом були нікторі клуби із Сегунды, які хотіли Рому. Так як я йому всю повністю інформацію доносив, які клуби, які заінтересовані, що робити. Я тоді жив з ним постійно в Севілії, і були такі моменти, коли він говорив мене напряму, «Все знаємо, який Рома, я його за це уважаю». Можеш сказати цитату? Ще раз услышу про Сегунду, собереш вещи і поїхав на... Ну, уехав нахер отсюда. Не хотів слухати про Сегунду, взагалі, поки не побачив, що таке Сегунда в Іспанії. Часто я сам говорив, що Сегунда – це, блин, навіть, навіть, складніше, ніж Вишки. Ну, що тут у каждой команди задача – вийти в Вишку. І вони всі борються. Українці в Валізі. Чи вважаються вони легіонерами? Я думаю, що це пошло з мене. Тому що з многими футболістами два роки назад, коли я зв'язувався, я задавав їм питання, «Почему ви вважаєте, що наших мало в Іспанії?» Многі говорили, «Ми вважаємося тут легіонерами». Я всім говорив, щоб вони не слухали цю лапшу, бо ми тут не вважаємо легіонерами. Ми вважаємо по-іспанськи «Комунітаріо Б». Ми не займаємо місце легіонера. І це дуже великий плюс для іспанських клубів. Не зрозуміло, як ми тут не легіонерами? Нас прийняли в Євросоюз. А, ти маєш до ЄС? Так, ми не документи, які ми підписали. Нас ратифікували Іспанія, і ми не вважаємо… Це не по політичній системі. Ми ще не мали в'їзд, який зараз на три місяці в Іспанію. Це було ще три роки тому. Ми не займали місце легіонера. З Яріком Ракетським давно дзвонювалися? Ти сьогодні згадував, що ти його набирав перед тим, як в шахталі? Ні, ми спілкувалися тільки в збірній, коли я в Ніпріграв. Ти ж нічого не коментував його перехід, в принципі? Ви багато були і в молодіжній збірній разом, і в національній. Зараз ваша дружба, вона триває? Чи просто ця політична ситуація, ви трошки розійшлися в поглядах і все? Смотри, Ром, коли почалась війна, я дуже мало спілкувався з футболістами. Я практично… Подожди, ти дуже мало спілкувався з футболістами або з футболістами шахтерами? Ні, ні, ні. Причому не шахтер, взагалі я футболіст. Ну, тому що, коли ти просиш какую-то допомогу і тебе там, можна сказати так, посылають на три букви, знаєш, мені стало неінтересно. Люди… люди в другому мірі. Люди… люди не розуміли нічого. Об'ясні, ти просиш деньги на що? На машину себе нову. На… На… На допомогу нашим солдатам. Конечно. Що тобі казали найсмішніше? Чи такого найхейтовіше, да? Що ти пам'ятаєш? Я, наверно, знаю, Рома. Типа, ні, 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 ні. Дружина сказала, що не можна. О, це да, це було. Друга була ситуація, коли мені чоловік говорить, я не хочу пиаритися на війне. Я кажу, так, ну, хорошо, ніхто не знає, що ти дал. Не, я не дам, я не хочу давати на війну. Хоча ти був такий чоловік, фух, для мене дуже близкий. У мені були такі, які з «Динамо», мені ребята позвонили, я не буду говорити фамилию, вони просили мені говорити скалером. Скільки треба, щоб загрузити полний бус і відвезти в АТО? Як ти от возил, коли їздив на передову. Я був один раз. Вони видали, видно, фотоотчет і все це. Я їм сказав, там, сумма. Без проблем, карточку, номер даваю, ну все, і вони мені збросили день. Я бус, все, їм отчитався, потім і все. По поводу ракетського перехода в «Зенит», да. Він зразличеєк, він знав, на що він йдет, він знав, він прекрасно понимав, що цим поступком він закриває себе дорогу в сборну. Хоча я ще був неуверен, що Шевченко його не вызовет. Я думав, що все-таки ще може його вызвати. Ну, він супер-классний защитник. Для мене, то він, звісно, топ. Понимаєш, я б по-другому смотрю на ту ситуацію. Якби у нас в Верховної Раді зробили законопроект, що людина, публична личності, їде на заробітки, як, грубо говоря, взяти футболистів, там, или півців, в країну, з яким ми воюємо. П'ять років він потім не може повернути в свою країну. Тоді людина, коли буде туди їхати на заробітки, не буде тільки думати, що мені потрібно прокормити сем'ю. Я не согласен. Я не кажу, що там Ярик плохой, я хорошо с ним общався, хорошо с ним дружив. Классний защитник. Вон сделал свій выбор. Щас уже ми кожен день іщем какую-то зраду, що-то іщем. Ну, на самом деле, я уже устал от этого, там, тот плохой, тот хороший, или ще щось. Взрослый людина, у нього є сем'я, он сім'ю, видно, посоветовався, і вони приняли це рішення. Я ж кажу, що якщо був би у нас такий пунктик где-то, знаєш, що які-то післядствия були, люди б думали. Другий пример, іностранец Ян Лаштовка, который, наскільки я знаю, підходив сам і говорив Рома, що треба. Це не його війна, це не його країна. Це просто я таких людей взагалі не був в житті. Він не то, що підходив. Він кожний місяць зарплату заносив мене деньги на то. Не треба, не треба, він просто приносив. Якщо какую-то ми купуємо скорую допомогу, він сразу ходив к легенерам, говорит, давайте, Роме, все, быстро здали, все. Рома, ти їдеш в больницу? Я говорю, я йду в больницу, я хочу с тобою. Рома, ти там їдеш в госпиталь? Поехали. Сколько надо денег? Він ніколи в житті не теж не відказав. Він вже в конце було неудобно, коли я там щось собирав, я його обходив стороною. Він от кого-то третьего услышав, що ми щось собираємо, він мені приносив в два раза більше. Я кажу, вже, пожалуйста, не треба. В раздевалки Днепра був Ян Лаштовка, іностранец, який приносив сам раз или два в місяць. І були українці, які просто не давали. Конечно. Це не те, що не давали, це було, мені жена не дозволяє, чи я не дам. Дорога счас Музика Ромтик це твої знайоміні чи ти за счастливі? Так, так дружно? У нас такого не було в дитині. Яadian може сидіти з мамою кушати і бачити футболіста. А тут у них це в принципі. В любое время приди сюда в кафешку, тут все футболисты, потому что мы здесь завтракали, мы обедаем, ужинаем, ну, кто хочет. Здесь очень вкусная собака, это его ресторан получается. И он акционер клуба «Альбасепе». Когда были финансовые проблемы, он отдавал свои деньги. Пако, вы очень хорошо выглядите. Вы с Романом Одногодки? За веком он мог бы быть моим сыном. В вашем ресторане футболка Романа Зазури поруч с инъездом. Для Украины это сейчас просто нереально. Для нас он тоже неимоверный. Были времена, когда Альбасепе могло прекратить свое существование в футбольный клуб. И вы принесли все деньги свои, которые у вас были в банке, чтобы сохранить жизнь клуба. Это правда или нет? Правда. Я другий акционер клубу. Я отдав 60 тысяч евро. Что сказали ваши родители, ваша семья, чтобы все ваши деньги отдали? Клуб сел допомогти, и я дав, что смог. Семья была не против, бо я усім сердцем за Альбасепе. База называется Андреса Ін'єсти. Что он сделал такого, что тут цілу базу назвали? Семья Альбасепе фінансово дуже допомогла Альбасепе, чтобы клуб не помер. Были слухи, что Андрес Альбасепе пожертвовал, по-моему, 700 или 800 тысяч евро. Правда. У той момент кожен з нас робив, что мог, аби врятувати клуб. Футболист. Команда, яка уже майже в Лалізе. Лимон? Лимон 6 за бомбардин. Пако, спасибо. Готово. Тут люди дуже люблять спілкування. Ми кожного тижня робимо спільні обиди чи вечері. І присутність алкоголю за столом не проблема. Але усі професійні футболісти мусять мати межу. Коли ти прийшов в Іспанію, Ла Ліга і Побуци, що тебе найбільше здивувало? Люди просто, вони такі ощущения, якби вони засипають на ходу. Тебі треба щось срочно. Тебі треба там багато дел за день зробити. Ну, ти їх не зробиш за день, багато дел. Ти в Іспанії за один день зробиш за сутки одне дело. Тільки приїхав в Іспанію, ми з Вовою поїхали покупати мне телефон, карточку, сим-карточку. Ну, це добре. Ну, пішла там, через минут 10 поверняться. Говорит, може завтра ви купите. Говорю, да нам щас надо. Ну, щас срочно. А давайте уже завтра. Та я там не знаю, где он там, где-то карточка. Говорю, о, как это? Он говорит, ну, не хочете нам продавать телефон с карточкой. Говорю, да вы не понимаете, нам срочно надо. А, срочно. Ну, ладно, щас где-то найду щось там. Пришла, раз, принесла. Берет, открывает телефон, она так стоит, открывает. Говорю, извините, пожалуйста, можно? Я забрал у нее, так открыл бы стоять. Вот вам, пожалуйста. Потому что она бы еще минут 15 открывала бы этот телефон. Знаешь? Здесь банк закрывается в час дня. А у тебя тренировка заканчивается в час дня. И как ты можешь открыть счет или заехать в банк, если ты никак в банк не успеваешь? У нас тут история была мальчика, что попали. Пришел к нам черненький этот Мальса. Мальса едет на тренировке. Где Мальса? Тебе, пацаны, штраф, ресторан. А где Мальса? Тренируют, дозваниваются к нему. А ты делал. Он, это в банке счет открывает. Тут же до часу банки. А тренировка в час заканчивается. Ну, типа заканчивается. Мы штрафнули, потому что, ну, как-то надо находить время, знаешь, на это все. Что там произошло? Чему так все было погано, да, насправді? Тебе там не дали шансу? Чи ты был не готовый чисто с точки зрения менталитета? Чи ты под этот футбол не подходишь? Считаю, что я все сделал максимально возможное, чтобы играть. Я думал, что будет намного, думал, намного будет хуже. Я думал, мне будет намного тяжелее. Но по тренировкам, по играм, те, что даже я выходил, я доволен собой. Я всегда общался с Маркусом Альваресом, это наш тренер по физподготовке. Он работал с Хуан Дерамосом в Днепре. Даже он мне говорил, что тренера все довольны мной. Почему не играл? Ну, я не знаю, это надо спрашивать у тренеров. Потому что я периодически с этим же тренером, с Маркусом подходил к главным тренерам и спрашивал, что мне нужно сделать, что не так, что я не так делаю. В каком плане мне нужно стать лучше, чтобы играть? Такие ответы были, что Ром, все хорошо, все супер, мне это очень нравится, как ты работаешь, и будет шанс, будет все, ну, в принципе, вот так вот. Были ситуации, когда тренер подходил, говорит, завтра в составе играешь, готовься. Я говорю, хорошо. На следующий день я приезжал на базу, смотрю, у меня даже заявки нет. Ну, много таких ситуаций было непонятных. После сбора, до нового тренинга только пришел. И кисатьян, да? Да. У нас был отпуск, он только пришел, мне позвонили с Бетиса, сказали, что мы разрываем контракт, чтобы ты даже не приезжал. Но я понимаю, что мне нужно было приехать, как у меня все-таки есть контракт, чтобы меня не оштопали. Я приехал, и они сказали, на сборы не поешь. Я говорю, ну, хорошо, я приехал, я вот здесь, чтобы не было никаких скандалов. Я вот, как по контракту. А почему ты не поедешь на сборы? Причина? Генеральный директор хотел разрывать контракт. Это уже пошла зажигалка с раю или еще нет? Это же после раю. Полгода я тренировался, просто не мог играть нигде. И тренер все-таки настоял, чтобы меня взяли на сборы. Потому что я хотел посмотреть всех игроков, он только новый тренер. И я на сборах дал, наверное, лучшие свои сборы. Мы вернулись со сборов, и я говорю, пошел к тренеру, говорю, ну, так что, они разрываются у меня контракт? Они разрывают, как же? Он говорит, нет, ты у меня будешь все игры в составе играть. Ты у меня основной игрок. Ты мне очень понравился на сборах, и я считаю, ты будешь сейчас у меня сезон играть в основе. Молодец, все, готовься. Я говорю, хорошо, все, классно. За 10 дней приезжает генеральный директор, говорит, все, разрываем контракт. И вот мы разорвали контракт. И я до сих пор не могу понять, как и что. Когда ты первый раз задумался уходить, аренда, ну, пришло понимаешь, что, наверное, «Бетис» тебя не пустят в основной состав. Ты даже не будешь, ну, там, первым, кто может выйти на замену, пусть усилить игру. Да нет, Вов, я, честно, я даже еще, ну, я не понимал, что я не буду играть. Я хотел, я доказывал каждую тренировку, я все. Я подходил к тренеру, общался, он мне говорит, все, супер, все, готово, все, завтра будешь играть, понимаешь? Тут тренер, тут не так, как в Украине, тут тебе не скажут, что ты говно валет, сюда бегом, я тебя в дубль, я тебя зазнаю, знаешь. Там, понимаешь, как, там все полностью были за. Единственный просто приказ был сверху. Я понимаю человека, который живет той же самой жизнью, того же самого мнения, как и Раева Аликанда. Политическое, как это сказать… У них говорят Рохо. Я задал вопрос до Раева Аликанда. Нет, нет. Мы говорим про Бетис. Бетис? Про президент, а может про президент. Генеральный директор Бетиса был Рохо. Рохо – это красный, у них так говорят. У него были взгляды, как у Раева Аликанда. И когда тренер говорит, что ты будешь завтра играть, генеральный директор говорит, нет, ты играть не будешь. Когда ты приходил в Бетис? Он не был тогда. А, он пришел потом, да. Он пришел после этого, да? Да, и он дал понять, что в его команде фашиста не будет. Выходит, что в Бетисе тренер не вырешивал, ну, все. На тот момент нет. И даже Кики Сеттен, да, кого тут… Ну, смотри, в тот момент… До этого постава поед был, да? Ром, я приезжаю со сборов, я же с Кики Сеттеном разговариваю. Он говорит, Ром, ты будешь основным, ты будешь в меня играть. На следующий день мне говорят разрывать контракт. Я подхожу, говорю, как так? Он мне говорит, вот так. Просто пальцем показал вверх. Знаешь, даже были товарищеские матчи, где, если этот человек не присутствовал на матче, Рома играл. Как только приезжает, допустим, этот человек на матч… Это вот эти же сборы, где я все играл в составе. Рома не играл. Я играл вообще шикарно. И все хорошо. И только приезжает генеральный директор на этот… Я даже… Все выходят, ну, на сборах все всегда играют. Приезжает генеральный директор на трибуны. Мы там играем какую-то товарищескую игру. Все выходят. Братарь из дубля, ребята, которые… Все выходят, один я не выхожу. Первый твой разговор с агентами или это, что надо уходить, нужна аренда? Не было, я не хотел. Кто предложил? Клуб? Казахстан? Клуб, можно сказать, клуб и агент меня, как, можно сказать, так, заставляли в райе Валикана. Я до сих пор, честно, жалею, что я тогда пошел на поводу клуба. И тогда они мне до десяти вечера… Трансферное окно закрывалось двенадцать, мне до десяти вечера я еще говорил нет. Ситуация с райом Валиканом. Как ты через час ее оцениваешь, так? Чи мог бы ты передбачить ее? Не, на тот момент передбачить я ее не мог. Так же самое, когда мы сдаем на права, да, только начинаем водить машину, всегда где-то зацепим, поцарапаем ее где-то какие-то, да. Пока со временем у тебя, как бы это, как это сказать… До свидания. До свидания. До свидания, да. На тот момент я передбачить не мог. Я возвращался, отвозил одного футболиста в Сарагосу. Поздно вечером возвращался, когда уже начались звонки от клуба, от Радио Валикана, от Бетиса. И все это в дороге решалось. Так же, на тот момент я доверился человеку, с которым я работал. Я просто знаю, что такое Мадрид и что такое сам по себе, да, допустим, клуб Радио Валикана. Через него прошли, в аренде были очень многие игроки, которые сейчас знаменитые, как Диеву Коста. Клуб в столице, где федерация, где раз в год приезжает большое количество скаутов, спортивных директоров. Для меня самое главное было, чтобы Рома играл и чтобы заметили, потому что я всегда верил в него. В этом скандале и в этом, ну, не переходе, я не знаю, как назвать на этом скандале, я обвиняю агентов. Ну, в принципе, я отрицать не буду, да. Я обвиняю агентов не в том, что он перешел в Раю, да, а в том, что не прочитали ситуацию с политической стороны. Что нигде это абсолютно открытая информация, что, я не знаю, там, наверное, не все ультрас, да, часть ультрасов, пусть даже небольшая, Раю Валикана, но очень активных. У них вот такая вот позиция. Ну, понимаешь, так же самое никто не мог прочитать, когда вообще вот, да, Рома приезжал в Бетис, в Севию. Подняли кипиш, да, по поводу, когда Рома приехал в футболке с простым гербом Украины. Причем герб, там, слова, стихотворение Тараса Шевченко. Да, из трех или из четырех, да, там, книг Тараса Григорьевича Шевченко. Никто этого не мог даже и подумать, что появится какой-то, там, спресс человек, который поднимет проблему. Меня только вот одно, что соблазнило, что контракт пункте стоял, что я буду обязательно играть. Все матчи, 100% матчи. Аренда должна была быть на полгода, до лета, да, там, по-моему, это зимой было, до лета. Помнишь ситуацию, ты ехал, я не знаю, с Вовой или сам в поезде из Севильи в Мадрид. Я тебе прислал статью, по-моему, обычную из Википедии, где открытая информация о том, что фанаты какие они, ультра-левые. 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 Ну, это же сразу было понятно, что они могут не принять. Ты когда мне прислал, это я уже контракт давно подписал. Контракт подписал вечером, в 10 часов, на следующий день я ехал туда. Когда я ехал туда, ты мне в поезде начал писать, что там меня встречают, там, или еще что-то, понимаешь? Контракт подписал в 10 вечера. Хорошо. Испанец Хосе? Хосе зовут. Он, если он испанец, если он работает 10 лет, если есть статья, где они ультра опять, я забыл какие. Ультра-левые. Ну, и что? Ультра-левые. Я что, ультра-левые, я ультра-правые. Какой я? А чего я ультра-правые? Я вообще никакой. Ну, если у них позиция, которая, я не знаю, как правильно назвать, за ДНР. Ну, нигде же официально нету, что они за ДНР. Откуда кто знает, что они за ДНР или помогали ДНР или что там воевали? Это уже потом. Главный их фанат нам уже рассказал это все. Когда Вова сказал, давайте мы все объясним, они говорят, у нас достаточно информации с другой стороны. Когда ты был в судах, у них была какая-то доказательная база. Я понимаю, что они просто показывали какие-то фотографии, где ты с фанатами, где ты там Азов. Нет, мой Фейсбук весь и все. Подтримка там Бандеры. Мой Фейсбук, они показывали фотографию, где мы закупили форму, маски Кировоградскому спецназу. Они стояли все в масках, там мы сфоткали, они сказали, вон ты. Я говорю, где я? Вон в маске ты. Я говорю, как вы знаете, что в маске я, если это не я в маске. Даже структуру тела посмотрите, там лица не видно в маске. Это ты, мы знаем. Ну, такая у них база была. База доказательная. Что я там сфоткал? Шарпиком Бандеры я сфоткался. Значит, я фашист. А то, что там полстраны испанцев выставляют в своих фейсбуках с оружием, со всем, это нормально. Ну, вот вся база у них основывалась на моем фейсбуке. На самом деле было очень тяжело, да. Спасибо семье, жене, детям. Поддержка была от них сумасшедшая. С Украины, да, очень много поддерживали. В том числе вы там делали всякие флешмобы, да. На самом деле это очень, в таких ситуациях это очень сильно помогает держаться. Ну, очень было тяжело. Да, хотелось, конечно, вообще, хотелось, чтобы зайти в интернет один день, чтобы вообще-то там не было слова Зазуля или вообще что-то, знаешь. Ну, тяжело, когда такое было. В Цивили даже я замечал, за мной следили машины с этими. Я там себе иду, гуляю вечером, стоит машина с таким объективом, следит, фоткает меня, где я там хожу, знаешь, на самом деле. Журналисты что-то было? А я не могу знать, кто это, кто это был. Ну, что-то фоткали. И сели с женой, говорим, что делать? Она говорит, ах, я так соскучилась за Испанией. Я говорю, да я тоже. Потому мы все-таки с женой решили, что давай, не сдаемся, не опускаем руки, едем в Испанию и доказываем, что мы украинцы козацкого рода. Скажи, тогда, когда ты выбирал клуб, да, скажем так, Альбасете не самый большой город в Испании. Могло же быть тяжело в маленьком городке, человеку, который привык к Киеву, Днепропетровску еще на тот момент, сейчас Днепру, уже Севильи, ну, города-миллионники. Был приоритет тогда остаться в Испании. После даже всех скандалов, как бы это не звучало, как так, после этого всего, по-моему, надо валить с Испании, убегать и никуда сюда не возвращаться, да. Мне кажется, 90% на моем месте футболистов сделали так. Но мы решили с женой, что нельзя бросать то, что мы начали в Севильи, это учеба старшей дочки, сын младший был маленький, в школу не ходил еще, сейчас уже он в школу ходит. Для нас на первом месте это была Европа, да, это чтобы дочка продолжала учить испанский, учить английский, и как раз подрастет младший сын, и он пойдет также в школу. Как это все случилось здесь. И дочке восемь лет, она знает четыре языка, и для меня это, наверное, самый счастливый я. А ты сколько языков знаешь? Я? Русский плохо один. Украинский, русский, ну, испанский. Ну, испанский как? Я считаю плохо, но все говорят, что нормально, классно, но я все равно недоволен собой, как я знаю испанский. Нещодавно эту тему, знову, один из политиков ее, как бы, поднял, да, он сказал, что у тебя, знову ж таки, фашистские взгляды, там, у тебя татуха, да, насколько мы понимаем, тебе татуха вообще не может. Нет, нет. Выборочная кампания – это политик, который живет в этом районе, который вырос оттуда. А его и баллотируется, да? То есть в нем, да? Да, и потому, на что, как можно поднять свой рейтинг? Ну, давай вернемся к фашисту, к Зазуль или еще что-то. Бела, ты лучший друг Ромы в Испании. В то же время его называют расистом. Как? З Романом ми дружимо з того моменту, як тільки-но прийшли до Альбасете. Люди багато говорять про нього, але я сам роблю свої висновки. Що там кажуть? Подивіться на мій колір шкіри. А люди говорять, навіть не знаючи Романа. Він гарний друг і у нього велике серце. Как Альбасете клуб к этому отнеслось? Ну, они написали письмо в Афе, в Лаливу. Ну, Альбасета, меня очень сильно поддержат. Они дали, сейчас приют адвокаты, они сказали, что они дают своих адвокатов. Даже не то, что Альбасета – президент команды, я дам себе своих адвокатов. Мэр места Петримова, да? Да, ну, на самом деле… Правильно ли я понимаю, что ты мог бы и промолчать на эти выпады, да, этого… Альбасета сказала, Рома, молчать нельзя, надо защищаться. Да, я, в принципе, знаешь, я думал, лучше промолчу. Ну, не хочу я уже в эти скандалы влазить. Ну, устал от этого. Особенно после того, то, что… Сколько я натерпелся вот тогда, когда Райо, эти были проблемы с Райо, насколько было тяжело, что… Я не хотел скандала, я хочу тишины. Ну, как мне вот испанцы посоветовали, Альбасета и испанские друзья, что, ну, если будешь всегда молчать, всегда будет так вот. Надо раз и навсегда закрыть рот и ответить уже, чтобы выиграть суд и показать, что это все… Чтобы показать, что… Что это все неправда, и что раз и навсегда, что потом он опять уже не мог ничего говорить. Переход в Райо, в аренду, с твоей стороны был еще и для того, чтобы вернуться в сборную, правильно? Да, да. Был ли какой-то диалог между тобой и тренером сборной? Конечно, ну, когда только вот это сраивали, когда я уже начал понимать, что клуб и агенты, ну, как настаивают, что это лучше, когда, в принципе, я не хотел, но я уже согласился. Я, конечно, набрал сразу Шевченко и сказал, такая-такая ситуация, чтобы мне играть в сборную, что мне нужно сделать? Он сказал, чтобы играть в сборную, тебе надо практика. Я говорю, окей, говорю, если мне надо вернуться в Украину, или я могу перейти в Райо Валикану сейчас в аренду на полгода. Это Сегунда. Но что был ответ, что, конечно, Сегунда в два раза сильнее чемпионат, чем Украина. Если ты будешь в Сегунде, идешь в Райо Валикану или идешь в Сегунду, начинаешь играть, чтобы пару игр играть, ты сразу будешь играть в сборную. Почему ты написал этот пост в Фейсбуке? Тебя зацепило только то, что ты не попал в заявку на матч с Хорватией? Да нет, я уже понял, что я не буду играть в сборную. И, в принципе, я сразу уже почувствовал после этого момента, что меня вызывают за какие-то былые заслуги. Я позвонил Шевченко и сказал, что Андрей Николаевич, я хочу с вами посоветоваться. Я хочу приостановить выступление за сборную, пока у меня нет игровой практики. Я хочу помогать сборной, я хочу играть за сборную. Я хочу все делать для сборной, но на футбольном поле. Я не хочу это делать, сидя на трибунах. Я говорю, что мне нужно сделать? Он сказал, для этого тебе нужна игровая практика. Я сказал, хорошо, Андрей Николаевич. Говорю, мне возвращаться в Украину за практикой или мне искать что-то? Сигунда или что? Он говорит, Сигунда, я говорю, Сигунда, ну, все нормально будет, если я буду в Сигунде? Он говорит, да, Сигунда намного сильнее, чем чемпионат Украины. Это он уже второй раз говорил, когда я ходил в Райо, он так говорил, не сошлось. И вот, когда потом я говорил, он сказал, что Сигунда нам в два раза сильнее, чем чем чемпионат Украины. Если ты найдешь себе команду, начнешь играть, хотя бы, начнешь две-три игры, сыграешь сразу в составе, для тебя всегда двери открыты в сборной. Это мужской поступок, я его поддерживаю, так он сказал. Я говорю, так что я могу делать пост в Фейсбуке, людям в прессе говорить. Объяснить, да? Объяснить в прессе. Он говорит, да, все, я тебя поддерживаю, все можешь делать. Ну, вот такой у нас был разговор. У Андрея Шевченко штаб национальной сборной, но интернациональной. Один из тренеров, он живет в Мадриде. Есть ли информация, что кто-то из скаутов, тренеров сборной был на этих матчах? Ни разу. Я сам был в шоке, я сам удивился, что, знаешь, я знаю хорошо Педро Хара, он не прежде работал. Пять лет мы с ним проработали, четыре года, можно сказать, при Пандерамасе. И я не могу до сих пор понять, как можно здесь сесть на поезде, приехать час-час-час пятнадцать на поезде сюда в Альбасет и посмотреть игру какую-то. И потом можно отчитаться перед тренерами сборной, как и что. Ну, ни разу. Ты сам понимаешь, что есть два аспекта в истории с Шевченко. Первый, возможно, ты не подходишь под его стиль. Второй вариант, просто он тебя не любит. Еще с временем, когда вы играли в Динамо, разом вы были конкурентами. Ты же это понимаешь очень хорошо, что тут есть какая-то история, которая тягнется раньше. Ну, наверное, надо ему вопрос задать и спросить. Мне самому интересно услышать его мнение, почему так, почему он сказал, что ты должен иди в секунду, иди играй и буду вызывать. И прошло уже два года. Я за два года сыграл, можно сказать, 60, если не больше игр. 58 сыграл в основе. Из 58, наверное, я где-то 50 сыграл от начала до конца. Забил 20 голов. Ну, я никогда не был бомбардиром. Все тренеры знали, что я никогда не забивал, как там Жека Селезнева или еще кто-то. Я никогда в жизни не был бомбардиром. Я всегда играл за других качеств, да, и меня тренеры за это все любили. Почему не вызывается? Тренер всегда отвечает за результат. Тренера право вызывать или не вызывать кого-то. Честно, первое время я обижался, дулся, как-то, знаешь, бурчал, что там себе под нос ходил. Ну, сейчас я прекрасно понимаю, что, ну, я сейчас успокоился, и я к этому отношусь уже нормально. Значит, не подхожу по стилю. Значит, я ему не нравлюсь. Может, он обижал меня еще за Динамо, что мы с ним были конкуренти, хотя какие конкуренти? Мне 17 лет, Рома, человек приехал. А ты не думаешь, что, возможно, эта политическая история тоже может впливать? Например, умовно, ты вошел в интервью Игорю Циганнику и сказал, что Зинченко ездит на рыбалку в Ростов. То есть ты приедешь, ты сейчас скажешь Зине, например, Сань, ну, как-то неправильно это выходит. Что Шевченко не хочет эту историю, чтобы она была в сборе. Ну, может быть, может, он знает, что я все, что думаю, то я говорю. Я не приду и не скажу, что ой, там, я за то, что там у нас будет сборная 1-5 стоять и все бразильцы играть. Он прекрасно знает, что я скажу, что я против этого всего. Ты имеешь в виду натурализацию? Да, ну, я так думаю. Это может быть один из факторов, то, что если мне задут вопрос, ты за или против, я скажу, я против. Я с Зиной нормально, мы общаемся. У нас, когда я еще был в сборной, Зина встал и пел песню этих рэперов, ну, эти. Ну, я же ему ничего, я же ему не, ну, мы же нормально все. Тебе зацепило, если честно? Если честно, да, зацепило. Ну, на следующий день Зинченко подошел и говорит, ой, Ром, я не знал, извинился. Так я знал, что такая ситуация, я бы никогда в жизни не пел. Я нормальный человек, ну, я бы не приехал в сборную, не сказал, Зина, что ты ездишь на рыбалку там в Ростов. Ты уже побывал, как бы, футбольным чиновником, да? Как это все стало? Потому что выкомкомы отбываются, Романа в Зазуле нема. Может, ты как-то бы пришел, за стил сел бы, пиджачок дягнул бы там. Это было больше, как поддержка со стороны Федерации футбола Украины, показать всему миру, показать Испании, что показать тем же Ультра Самрая, что, ребят, стоп, как может быть фашист, нацист, там, работать, ну, как можно сказать, в Федерации футбола Украины. Инициатива Андрея Васильевича? Да, это инициатива была по велкам. Тебе сподобалось там в оконкоме? Да нет, ну, это прекрасно все понимали, что, ну… Что это популизм? Да, можно так сказать. У меня завтра игра, они мне звонят, ты должен в Днепр прилететь. Я говорю, ребят, у меня завтра игра здесь, в Испании, из Альбасете. Ну, как я мог прилететь завтра в Днепр на какой-то там исполком? Ну да, мы просто так предупредили. Просто заходил ты очень громко, как инаугурация президента была. Ну, примерно так же, да? Очень громко во всех сайтах. Но вот уходил ты оттуда очень тихо. Фейсбук листал, и какая-то новость там… Уволили там Федерации кого-то. Тайру почитаю, думаю, кого там знаешь. Тайру по… Роман Зазуля. Я думаю, вау, классно. Я сразу выставил, сделал скрин, выставил в Фейсбук. И что, знаешь, что… О, хоть с прессы я увидел, что меня выгнали, знаешь. Но Днепр все вспоминают, понятно, финал Лиги Европы. Понятно, команда билась, обыгрывала «Шахтер», обыгрывала «Динамо». Команду вспоминают как семью. И у Днепра были такие же поступки. Вспомни самую яркую историю помощи всей команды. Мне под фондом мы нашли, да, ребёночка больного, онкобольного. И там надо было около десяти или пятнадцати тысяч долларов. Плюс-минус, я не помню точно. На лечение? На лечение, да. Ну, я пришёл к ребятам, говорю, так и так, и надо сложиться. Кто сколько мог дал, там, кто шо, как. Вот так вот собрали, я пришёл в палату, постучал, мама вышла. В смысле, ты принёс с собой деньги? Да, принёс такой кирпич. Мама вышла, она не знала, она не знала, кто я, что, футбол, ничего, но здравствуйте. Я говорю, вы такая-то, такая-то. Я зашёл, посмотрел ребёнка, вышел с ней из палаты, говорю, это мы вам предаём, ну, всей команды. Она плакать начала, спасибо, обнимать. И самое интересное прошло. Скало месяца, может, может, двух месяцев прошло. И то вечером у меня телефон, ну, звони телефон, я беру трубку, и это мама звонит и плачет. Истерика вовсю. Я уже думаю, ну, всё, знаешь. Не вытащили ребёнка? Да, думаю, ну, вот так вот, жизнь такая. На что она вот так плачет, заливается, потом ответ говорит, нас выписали сегодня, блин, у меня слёзы, как выписали. И всё хорошо, мы прошли, нас выписали. И мы с мужем хотим, чтобы вы были нашим крёстным. Как вы спасли нашу, ну, там, девочку. У меня слёзы до сих пор. У тебя есть сейчас слёзы? Да, это такая история, знаешь, душевная. И, ну, ну, так как мы поговорили, всегда, когда я в Днепре, они меня приглашают, общаемся. Круто, а? Ты сейчас продолжаешь волонтерскую свою миссию? Потому что сейчас про это меньше видно, да, ты тут находишься, и меньше новин, и меньше каких-то событий. Наши ребята ещё как были, так они помогают. Но народная армия ещё есть всё, но я здесь, я на расстоянии, я не могу контролировать, я не могу смотреть. Знаешь, это тяжело всё делаться не там, когда ты там находишься. Когда я находился в Днепре, каждый день мы встречались с нашим фондом. И обговоривали дальнейшие флешмобы или ещё что-то, или то. Сейчас это тяжело делается, да, у нас есть чат, у нас ребята, ребята ездят в АТО, так же ездят, но уже не такие масштабы, как мы помогали. А может, причина в том, что, как бы ты пошёл из Днепра, там, в принципе, ну, зарплата очень большая была, да, если так брать. Ей там в конце уже не платили, и то, что я чувствовал, что ты свои гроши вынимал, какие там попередние, да, из своей семьи, отдавал на это всё. Тут там, мы понимаем, у Сигунда доходы не такие большие, да, ты там уже не можешь тянуть в эту народную армию сам, да. Не только упираются всё в финансы. Для военных не самое главное, для ребят, то это не самое главное приблизи нам там что-то, это внимание. Самое главное им, когда тогда началось всё, я в Днепре в госпитале, ну, может быть, в неделю 4-5 раз я был в госпитале, из недели. Я привозил кушать им, я привозил то, я просто приезжал, мне звонили, просто приедь к нам. Мы приезжали внизу, они меня кормили, потому что там потом сделали такой волонтеры, бутыбродики, такое делали. Я к ним приезжал, мы просто пили чай, кушали с ребятами, с военными. Вот, что для них важно. А сейчас я не могу им это дать, понимаешь? После того, как вы вышли на чемпионат Европы, вам вручали зброю наградного президента. Где ты её девич или тебе дали, вообще? Я не дали, мне вообще не хотели даже приглашать. Ну, как я потом уже узнал, ну, если мне Тимошук, Тимошук позвонил не знаю кому, начал там ругаться со всеми, что как это Рома отыграл всё, получил травму в сборной против Испании, крестообразной связки, пропустил там, грубо говоря, четыре игры, и его, ну, как, он, можно сказать, член команды, он, ну, незаменимый, ну, как Тимошук мне рассказывал. На что потом я, как я понял, Тимошук рассказал, что меня не хотел сам президент Порошенко, потому что прежде чем как туда ребята ехали, каждого, видно его какая-то спецслужба, всех мониторили, проверяли, кто там что может ляпнуть, кто может сказать, кто там ещё что-то, да. На мне становились, что, ну, такой, там, помогает армия, может что-то ляпнуть, ещё что-то сказать. Так ты же, ну, по Киеву активный, проукраинская позиция? Ну, чересчур активный, знаешь, что, просто, я мог бы встать и сказать, что, там, знаешь, допустим, там, какое-то своё мнение, если, допустим, да, если там что-то, если президент там говорит неправду, ну, в принципе, я, ну, мог бы, они так думали, что я мог бы встать и сказать, там, эй, это всё неправда, там что-то еще потому так вот меня типа этот ну тимошюк поговорил на что мне было задание сказали чтобы я молчал не вздумал ничего то ты поставил умову да что ты тихонько приходишь там ни с кем не рубишься потому что ну президента дарил что ребята война уже практически закончена войны уже практически нет ну все футболисты сидят вау вот все гривой маши ну я думаю что из-за этого наверно игра он уже знал что он будет говорить а хотелось як что честно сказать что вы робите когда человек говорит что уже сейчас война вот-вот уже практически не столь нам не стреляет войны практически уже нет мы сейчас ее уже закончим нам футболистом знаешь его сказать ребята у проснулись ну какой мне кажется что зазуля для альбасета это как дьего армандо марадона для наполя его футболки всюду мы не верим фанам райо мы знаем что росия захопила частину украины украина романа зазуля я персонально фанатка в альбасете звати сандра в ней на шалику альбасете прапор украины роман неймовірный футболист близкий до фанів клубу ми любимо его а це шматочок украины таза зазу я не лише за альбасета но и особисто за него друзей мы с володой збираемо сегодня на футбол альбасета приймае гранаду и это клубы которые борются за выход в ла-лигу 71 очко у гранады перед этим матчем 68 у альбасета лобовая встреча лобовой бой за право вийти в ла-лигу напрямую в секунде две команды выходят напрямую и еще четыре борются за третью путевку в ла-лигу и уявите особи яка заруба відбувається тому що фактично вісім команд секунди можуть вийти в ла-лигу мають шанс так правильніше сказали дивимось в додаток компанії фаворит спорт що нам сьогодні фаворит пропонує в матчі альбасете гранада 277 на победу хозяев да почти три на ничью и 283 на гранаду опять же коэффициент немножко меньше на альбасете думаю ты согласился только из-за того что альба играет дома друзей якщо ви хочете робити ставки на спортивні події заходьте в додаток компанії фаворит спорт або на сайт компанії фаворит спорт тут такое дело виталий владимирович кварцяни подъехал на сайт компанії фаворит спорт альбасе 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 бк украина зозуля Возможно, Эльбасеты не хотят видеть в Ла-Лиге из-за как раз этого политического скандала раздутого, придуманного против Романа Зазули. Это можно посмотреть в карточках, в количестве карточек. В том, что трижды отменяли карточки, ворсайтерах, пенальти поставленных, не поставленных. Так считают болельщики. Про это даже намекал главный трейд. Возможно… Дякую вам! Друзья, чтобы зрозумели перший ряд Эльбасеты. Матантуля! У перерви достаются бутерброди. Обратите внимание! Вы видели, что мы имеем традицию в перерве. Это не сэндвичи, а бокатильо. У цієї страви особенный хліб. Команда Романа Зазули програла с минимальным рахунком 1-0. Что это означает? Наверное, отпуск будет намного короче, чем хотел Роман Зазули. Будет плей-офф. Но шансы пройти в Ла-Лиду ничего не потеряли. Он был очень засмученный. Плювался. Опустил голову. Пошел в роздягальню. Но что хотелось бы сказать по уровню футболу в Сегунде, что это точно не поступает УПЛ. Совсем. Я бы сказал вам, что это очень высокий уровень. Мне даже где-то нагадали такие матчи Дніпрометалисты, если честно. Я бы изначил индивидуальные качества гравцев в очень высоком уровне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok вот так вот что ответил да у нас так чуть-чуть перепалочка произошла но потом ребята ушли причины какие-то и для саба мы поставил смотрел вот интервью ребята брали они там все на хочу риде да ну я считаю это некрасиво выносить ссоры какие-то выносить какие-то эти семьи ну мысль сборная то также семья она еще некрасиво обвинять очереди что что из-за него гол забили понимаешь потому что я вот специально посмотрел первую игру нам первую игру с германии забили стандартам я посмотрел за кого забили о да я не буду говорить и за кого все виноваты футболе мелочей нету перед чемпионатом европы убирают заварова я ну до сих пор не понимает почему мое личное мнение также я не я не люблю когда перед какими-то важными турнирами меняется полностью тренировочный процесс женами едем перед чемпионатом европы на пляже кипа загорать тем более прекрасно все знают отношения тараса степанинка жена там интервью что гармоша начинает книжки не читает книжки гармоша жена там в ответ но это все в прессу и потом тарас хочет чтобы они все вместе завтракали за шоу боку можно покише помырились и знаешь ребят пацаны и спокойно меряться у нас другое отношение особенно футболиста мы можем тренировки послать друг друга постановки сказать что пошли покушаем это вместе у жен так не бывает если жены поссорились они не общаются уже не комфоменко надо было уходить когда убрали заварова хане просто надо было нити на поводу и не менять полностью до тренировочный процесс яみ на евро не поменка идея менять тренировочный процесс полностью не поменка идея играть в два опорных с одним под нападающим мы все играли в три планах что сан-маринов что люксенбургом что товарищескую игру не знаю с кем-то шо блин на тренировки ну ваза ты дуже критикували дурачи что чемуся мы сан-марина граем три опорных можем в атаку играть трошки тени ну а шо тебя не устроило мы вышли на европу мы чуть не вышли на чемпионат мира тоди манерет сердце не зупинилось коли в плей-офф было это слово чуть я спелкувався с людиной федерации 50 евро и она мне сказала мы вклали до шалене кошти в ци сборы на страдине и просто мы не надо далі в готелі під час евро хтось там поломав стил там відкривали вино чи пиво там ну тобто таки моменти тоже все позгадывали федерація каже шо от вы себе поводила десь не совсем корректно они типа нас упрекают что они сделали сборы на сардинии как ты думаешь а давай мы поехали в италии на сардинию как ты думаешь кто это организовал так вот просто в италию правильно на сардинии тут наверно кто-то много поиграл наверно так может кафедерация к нему ему счет выставит ром ну я вообще против этих всех сардинии еще семьями мы могли собраться в козыне и пройти 15 дней сборы или поехать винники или не без разницы мы моли не влаживать они моли не влаживаю такие деньги я не считаю что причем от европы надо на пляже лежать загорать и полностью еще раз повторюсь менять тренировочный процесс и мы так работали над стандартами как никогда и выходить на игры с двумя опорными с одним под нападающими кого вы это награли никого да мы вообще этого не играли или когда меня тренировочный процесс когда мы начинаем мяч сохранять пять лет мы не сохраняли нашу выдавать честно давай честно решара шелы тут перед евро мы их решили играть в сборную испании были жены в италии хорошо что мешало хорошо тренироваться если мы говорим что это самый важный чемпионат для нас можно было потерпеть и без фамилии решусь и семьи виноваты можно тоже хорошо подготовиться к евро можно нас не получилось этого по результату если посмотреть мы же ищем как-то почему причины понимаешь бомбове интервью ромчика ром дякую тобі дуже друзі подписники для вас ця футболочка за львбасет и и отримует той кто в коментарях напиши відповідь на наше запитание когда мы были тут с Володей ну и рома был тут рома прийшла просто неймоверная пропозиция в плане того что мы не ожидали что цей клуб может покликать романа сезулю до себя цей клуб это просто жесть если вы вгадаете его то напишите в коментарях это футболочка ваша а вы маете быть первым мы желаем выйти в львбасе и чтобы вы с дружиной таки так надо спасибо что приехали очень круто классно едете домой я вам лайки ромчику бомбардир в испании стал бомбардиром николай ним не был да а сегодня наша программа я кажется туда да не путайте нашего героя с названием кстати до речи до речи